Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 32 главе книги пророка Исаии Иерусалимского. Собственно, 32 глава является непосредственным продолжением предыдущей проповеди пророка о гибельности, бессмысленности союза Иерусалима с Египтом. Но здесь уже речь идет о том, что будет, когда Ассирия падет, когда Ассирия падет не силой Египта и Иудеи, а силой нечеловеческого меча. Пророк говорит снова в апокалиптических тонах, говорит о будущем времени, о дне, когда победа Бога, которого огонь на Сионе и горнила в Иерусалиме, победа Бога будет явлена. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. На самом деле нам сейчас достаточно сложно проникнуть в интонацию того, что говорит пророк. Вполне может быть, судя по тексту, что речь шла о своего рода призыве, не о констатации того, что вот когда-нибудь все будет хорошо, и будет царь не жлоб последний, а будет царствовать по правде. Может быть, все-таки несколько по-другому здесь интонация устроена, и речь идет о том, что Ассирия падет не от человеческого меча, и тогда пусть будет другое царство, где царь царствует по правде, и князья будут править по закону. А может быть, все-таки это и своего рода обращение с обличением к тому Иерусалему, который наблюдает пророк, вот, так сказать, к актуальной этой метущейся политической силе, которая думает то ли сдаться, то ли заключить союз с этим, то ли с этим, и еще при этом пытается успеть нажиться за счет всех тех, кто в этот момент страдает в Иерусалиме. Поэтому, говоря о правящей верхушке, как мы бы тебе сказали, о политической элите царей и князьях, пророк говорит, каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вот в степи. Если хотите, это важная социологическая декларация. Зачем нужны, как теперь это называется, селебритис? Зачем нужны политические элиты, цари и вот все прочее, возвышающиеся над землевую? Ну, потому что они-то думают, что они нужны там для чего-нибудь, каких-нибудь, в лучшем случае, возвышенно-патриотических целей, а в худшем случае для тщеславия и грабежа. А пророк говорит, вот, они нужны для того, чтобы быть защитой, защитой, покровом от непогоды для слабых, для немощных. И тогда уже люди не будут закрывать глаза и уши и будут видеть правду Божью, как есть. И невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Невежду не будут называть почтенным. Сказано, видите, почти три тысячи лет назад, и, в общем, нет ощущения, чтобы мы хотя бы пытались этого добиться, потому что, смотрите, здесь говорится о невежде и коварном. Невежда говорит глупое, сердце его помышляет о беззаконном, чтобы произносить хулу на Господа и душу голодного лишать хлеба. Исаия видит, что вот эти люди, которых называют князьями, они на самом деле действуют, чтобы душу голодного лишить хлеба. И в этом все равно корень проблемы. И, понимаете, в очень трудное время, когда страна и народ в страшной опасности, тем не менее пророк по-прежнему говорит правду, говорит о том, что есть чем каяться этому народу, не только в опрометчивых политических союзах и решениях. И во второй половине главы все то же самое сформулировано в сущности в обращении к женщинам Израиля, к женщинам Иерусалима. И пророк говорит о том, что вот, смотрите, содрогнитесь беззаботные, ужаснитесь беспечные. И тоже он снова и снова повторяет, что все будет рушиться, и все будет разваливаться, пока не излиется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом. Вот, оказывается, пророк видит это избавление таким своеобразным, своеобразным способом совершается, излиется на нас дух свыше. Ну, то есть, насколько можно судить, пророк полагает, что иначе, без этого излияния духа, ничего внутри нас не изменится, и поэтому не изменится и наша жизнь. А когда будет это излияние духа, пустыня сделается садом, и тогда, говорит он, суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир. Все-таки, в первую очередь, повреждается жизнь вот этим грехом неправосудия, неправды, отсутствия защиты для немощного, и алчность, когда торжествует, алчность высоко поставленных людей. И это тоже очень поучительный пример, потому что подобное встречается, вообще говоря, в любом обществе, и Господь говорит о том, что ты не можешь найти путь жизни, найти путь благословения Божьего до тех пор, пока не исправишь, не исцелишь вот эту неправду и неправосудие внутри своей собственной жизни. Однако же, если это меняется, тогда изменится все, и тогда народ мой будет жить в обители мира и сеять при всех водах. Субтитры создавал DimaTorzok